Улетный день. В минувшую субботу в Иванове состоялся военно-патриотический праздник «Открытое небо». От торжественного марша войск Ивановского гарнизона до последней песни Сергея Трофимова. Все, что происходило на аэродроме, сложно назвать обыденным и повседневным. Такое действительно можно увидеть только раз в год и только в одном месте. Уже который год в эти дни на этом аэродроме проходит замечательный праздник «Открытое небо». И то, что в нем участвует такое количество ивановцев, гостей нашего города, прежде всего свидетельствует о том, что живые идеи патриотизма, любви к стране, уважения к нашим вооруженным силам, независимость нашей страны для каждого гражданина остается самым важным. Впервые в небе над Ивановым единым воздушным парадом пролетели все типы судов, которые только есть на вооружении военно-транспортной авиации. Перед вами Ан-Дей Ан-22. Первый широкофюзеляжный, самый большой в мире турбовиндовой самолет. Максимальная взлетная масса 225 тонн. На высоте всего 450 метров проследовал самолет Ан-124 «Руслан». Сегодня он самый большой из крылатых машин, которые производят серийно. Впервые в небе Иваново тяжелый, стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан». Первый полет самолета состоялся в 1082 году. А этот трюк в книге рекордов Гиннесса. Три самолета Ил-76 единовременно выбрасывают в воду, раскрашенную в цвета российского флага. Традиционно в этот день в небе много парашютистов и дельтапланиристов. Ну а на земле не менее занимательно. Пока с военной техники, спортивные и тематические площадки. Представители школы ДСААФ, например, предлагают всем желающим проверить свою меткость. Согласно нормативам ГТО, испытывающему дают три проводные попытки в маленькую мишень и пять зачетных. Набрав 15 очков, он получает бронзу, 18 серебро, 25 золота. Фалатки поискового отряда «Эхо» многолюдно. Ребята демонстрируют находки времен Великой Отечественной войны. Различные снаряды, предметы быта, личные вещи бойцов Красной Армии и фашистских захватчиков. Я езжу не за железом, да никто из нас не ездит за железом. За железом, ну, не надо идти в поисковый отряд, если ты хочешь найти железку. Мы идем за бойцами. Но если вот поднимаешь бойца, это сложно описать вообще, это такое, не знаю, счастье что ли. Ну, ты за этим туда едешь, ты нашел человека. Он пропал без вести, ты вернул его судьбу. Если у него есть еще медальон, это очень большая удача. По подсчетам правоохранительных органов, мероприятие посетили 107 тысяч гостей из Иваново и других регионов. Цифра рекордная. Серьезных нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Сделано все прекрасно. Такое, что незабываемо будет. Я сам бывший военнослужащий. Так что эту всю картинку прошел давным-давно. Я в настоящее время в отставке. Но я сейчас здесь не живу, я живу на Украине, в городе Запорожье. Мы побратились здесь с этим аэродромом. Часто сюда прилетали и здесь общались. Я представляю Шереметьевский кадетский корпус. Мне очень понравилась выставка автоспорта. То, что сделали с нашей машиной, это очень круто. Тут многие еще кадетские корпуса есть, ВДВ и еще другие. Но самое классное, это то, что наши делали в небе. Посетили пока только самолеты. Молодому человеку, который вверху сидит, очень понравилось. Он очень долго не отходил от вертолета. Финальным аккордом праздника стал концерт группы «Рок-синдром» и заслуженного артиста России Сергея Трофимова. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Продолжение следует...